Вы будете переводить? Шимон Багватан Шимон Багватан 30 тонн Можно с телефона Филарька Хэндит Три двадцати одни Три двадцати одни Три двадцати один Шимон Багватан Шимон Багnem Хэндит Шарик Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Доброе утро! 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 Angelo Out Crimson! Доброе утро! Доброе утро! Короной и серьгами он держал в трех руках свои атрибуты – раковину, диск и палец, а в четвертой руке у него был цветок белой лилии. Господь глядел на Кардаму, улыбаясь счастливой улыбкой, которая покоряет сердца всех пренанных. И стих 11. Вакхе-вастхи-тан-вакхаш, шриян-кауступха-кандхаран, с золотистой чертой на груди и знаменитым камнем Кауступха на шее, он парил в воздухе, поставив свои лотосные стопы на плечи гаруды. И в этом стихе есть комментарии, не нашли наоборот, да? Порожки тогда комментарии рассказали. Слово Ассо, это еще чуть-чуть. Сейчас мы уже писали на русском. И сейчас мы уже имел третий текст. И если мы их писали на русском, то мы их писали на русском. Как раз мы писали на русском, он подробно писали на русском. Вы на русском? Да. 321, 9-12. 9. 10. Vers 11. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. Продолжение следует... Die mannigfaltige Erscheinung des transzentralen Herrn, sein Körper, seine Form, sein Gewand, seine Unterweisungen, seine Worte sind keine Erzeugnisse der materiellen Energie, sondern sind alle in der vedischen Literatur bestätigt. Durch Yoga sagt Dhamamuni tatsächlich den höchsten Herrn so, wie er ist. Es wäre absurd, nach 10.000 Jahren Yoga-Praxis eine imaginäre Form Gottes zu schauen. Die Vollkommenheit im Yoga gipfelt daher nicht in Leere oder Unpersönlichkeit. Im Gegenteil, die Vollkommenheit des Yoga ist erreicht, wenn man tatsächlich die Persönlichkeit Gottes in ihrer ewigen Form sieht. Der Vorgang des Krishna-Bewusstseins besteht darin, die Form Krishnas direkt zu überbringen. Krishnas Form ist in der maßgeblichen vedischen Schrift Brahma Samhita beschrieben. Sein Reich ist aus Chintamani-Steinen gebaut und er spielt dort als Kuhhertenknabe und wird von vielen tausend Gopis bedient. Diese Beschreibungen sind autoritativ und ein Krishna-berüster Mensch nimmt sie direkt so, wie sie sind, handelt nach ihnen, predigt sie und praktiziert hingebungsvollen Dienst, wie es in den autoritativen Schriften vorgeschrieben ist. Und dann gibt es noch andere. Это признают даже имперсоналисты, в частности с Шанкарчария, который говорил, что Нараяна, верховная личность Бога, не принадлежит к материальному миру. Разнообразные проявления трансцендентного Господа, его тела, его форма, его одежды, его наставления, его речи не являются творением материальной энергии, но все они описаны в ведах. В результате занятия йогой, когда Мамуни воочию увидел Верховного Господа, таким, какой Он есть. Кто станет заниматься йогой в течение 10 тысяч лет, ради того, чтобы увидеть некую воображаемую форму Бога. Таким образом, совершенство йоги не сводится к созерцанию пустоты или безличного аспекта Всевышнего. О том, что человек достиг совершенства йоги, судят по его способности воочию видеть Верховного Господа в его вечной форме. Метод сознания Кришны заключается в том, чтобы дать человеку возможность сразу созерцать форму Кришны. Форма Господа описана в таком авторитетном медическом писании, как Брама Самхита. Там говорится, что обитель Господа состоит из камня Чентамани, а Сам, Он, играет там в облике мальчика-пастушка. Ему служат тысячи и тысячи годы. Эти описания являются авторитетными, и преданные Кришны принимают их такими, какие они есть. Действуют в соответствии с ними, рассказывают о них другим и занимаются преданным служением. Следуя указаниям авторитетных писаний. Вот такой вот стих, такое вот описание. Итак, эта глава посвящена встрече мудрецов. Кришна Кардама Муни, Мудрец, Сибуан. Кришна Кардама Муни медитировал десять тысяч лет и увидел самого Господа. Кардама Муни медитировал десять тысяч лет и увидел самого Господа. Есть такие желающие? Да, есть такие желающие. Желающие есть, но мы понимаем, что десять тысяч лет это много. И это очень много. Но у меня есть хорошая новость для тех, кто только что понял руки. Но я имею в виду, что люди, которые вошли в Сатья-юга. Это происходящее, которые происходили тогда, происходили в Сатья-юга. То есть эти события, которые происходили в Сатья-юга, происходили в Сатья-юга, происходили в Сатья-юга. И у него была не одна женщина, а тысячи женщин. И у него была не 20 квадратных метров жилье, а 20 тысяч квадратных метров. И это кажется вроде бы огромные цифры. Но на самом деле это огромная ответственность. Представляете, какая должна быть ответственность для человека, у которого тысячи женщин. И все должны быть счастливы. И все должны быть счастливы. И каждые 2 километра. 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 В этом и состоит хорошая новость. Если вы будете очень внимательно медитировать на Господа в течение 10 лет, вы можете его увидеть. В этом и смысл медитации. Медитация заключается в том, что ты не поставил на паузу, пошел попил чай и пришел обратно. Медитация заключается, медитация это метод, который надо выполнять на все 100%. А не на 91, на 92 или на 93. Но сознание Кришны еще круче. Вы один раз можете повторить Святое Имя Господа. Это будет успех ваших Богданки. Ведь и здесь, в этой истории, важны конечно Мотив, с которыми я занимался obra документами. Потому что всеми нами здесь, в материальном мире, движут мотивы наслаждаться своими материальными желаниями. У кого-то больше, у кого-то меньше, но тем не менее эти мотивы наслаждения, они присутствуют. А также присутствуют мотивы принимать поклонение. Можно не переводить. Восхищение от других. Да, когда мной восхищаются люди. А также мы видим, что есть люди, которые хотят верить, которые хотят верить от других. Мы ждем, когда нас похвалят другие люди. Нам же это приятно. Когда нас похвалит наш муж или жена. Если у вас такой есть мотив и вы чувствуете, что он присутствует в вас. Вы не переживайте, он есть у всех здесь присутствующих. Поэтому мы и здесь в материальном мире. Поэтому мы и здесь в материальном мире. Как только мотивы станут совсем другими, мы тут же с вами отправимся в духовный мир. Но преданые не хотят сразу в духовный мир. Но преданые не хотят служить Кришне и быть вместе с преданными. Если их духовные учитель, их духовные братья находятся здесь, они готовы быть с ними в любом месте мироздания и служить Кришне. Если это будет в духовном мире, это будет тоже хорошо. И так, если мы вернемся назад к истории, когда перед Кардамом Муни представил Господь Кришна в своей первозданной форме. То можно сказать, что Кардамом Муни получил освобождение высшего порядка. Можно сказать, что Кардамом Муни получил освобождение высшего порядка. И когда наши ачарьи, такие как Джи Богослами, говорят про освобождение, они говорят именно про такое освобождение. Высшее освобождение это познание Господа в личностной форме. И в личности, да? Как личность. То есть, умение познания, то есть, умение познания, то есть, умение познания. И интересно, что именно свою первоначальную форму, Господь показывает Карда Мамуни, именно свою первоначальную форму. И это интересно, что Господь Карда Мамуни свою первоначальную форму. И вспомните, когда Кришна, в каких Лилах, в Святых Писаниях, Кришна показывает свою четырехрухную форму, в какой ситуации? Девушки отдыхают. Действительно, Господь приходит к своим родителям в Двараке, в Мадхуре, во время своего рождения, он приходит и является сразу, как только он родился, он сразу показывает свою первичную форму, четырехрухную форму. И именно многие Мудрецы говорят, что это действительно и есть первоначальная форма. Такие же формы присутствуют на планетах Вайкунха. Стражи четырехрухи, которые стоят перед входом на Вайкунху, Джая, Виджая, они четырехрухная форма. Стражи охранники. И есть еще, кроме высшего освобождения, есть разные виды освобождения. Есть освобождения, когда мы видим Господа на Райну. Есть освобождения, когда мы видим Господа Кришны. И оказывается, даже между Мудрецами идут дебаты, какое же освобождение выше. И между мыслями, есть много предметов, которые всю свою жизнь погружены в изучение Рим Кришны. и постоянно, 24 часа в день, 24 на 7, они говорят о Кришне. О чем говорят преданные, когда встречаются? Вспомните, ну вот не те Мутрицы, о которых я говорил, ваши знакомые. О чем говорят преданные, когда встречаются? Можете не отвечать. Вы не можете отвечать. Вы не можете отвечать. Вот, важно просто вспомнить. Вот, и я был свидетелем того, как разговаривали недавно. Сидели два преданных, старших преданных, и они разговаривали о лилах Кришне. И я видел, как два äлтера Девоти, которые говорили о лилах Кришне. Притом, что я сидел за соседним столиком и со своим другом разговаривал о наших мирских проблемах. Сидели два преданных, которые учились в медитацию на Кришне, они все свое время говорят о Кришне. Девоти, которые постоянно медитают на Кришне, они говорят о Кришне, они все свое время говорят о Лилах Кришне. Это непросто. Это не просто. Но у них это легко получается. Но у них это легко получается. На одном из фестивалей был случай, когда встретились два Махараджа, которые давно не виделись. И они начали сразу разговаривать, они начали сразу говорить, а как тебе, когда вот Кришна пошел в лес Адхараде, а как тебе вот это? Они сразу начали говорить о Лилах Кришне. И они не спрашивали друг друга, как тебе новый Курс евро? Как тебе целые магазины? Как тебе Кандидаты на выборы? Нет, сразу. Как тебе Лилах Кришне в лесу с Адхарани? Это высокий уровень, но его можно достичь. Это медитация на Кришну, на того, кого они действительно любят. Это медитация на Кришну, на того, кого они действительно любят. Вот. И я всем нам желаю именно такую медитацию. И я всем нам желаю именно такую медитацию. По крайней мере стремиться к такой медитации. И как говорил Shしました Правопада, даже если у вас нет сил, идти в ту сторону, просто ляжьте в ту сторону. И те, кто идут в ту сторону, возьмут вас и туда хотя бы подвинут вас. Поэтому так важно находиться в обществе преданной. Которые, что бы ни случилось в вашей жизни, все равно вас поддерживают под руки, под локоток и все равно Кришни приведут. Так что, дорогие предыдущие, у нас нет ни единого шанса ни прийти к Кришне. Харибу! Но теперь от вас нужны усилия. Сколько можете. И от вас нужно выполнять то, что оставили и какие завещания оставили нам духовные учителя. И очень простые, очень простые наставления они оставили. Они оставили нам очень простые... Как наставление? Наставление... Наставление? Да, наставление. И это повторяется именно... И это... И это... И это... И это... И это... И это... И это значит, что надо повторять святые имена. которые мы должны с вами выполнять, которые мы должны выполнять. Наверное, я не буду вам говорить, не сказать. Вы хотите узнать? Да, да, да. Я думаю, вы готовы к этому секрету. Вы все готовы для этого? Я уверен, что вы знаете эти три методы. Я позволю себе их напомнить. Он говорит о трех методах. Намаручи, Вайшнава-Сева и Дживадоя. Он говорит, что невозможно восприятие святых имен отдельно рассматривать от этого, потому что это три основных методы службы. Это три методы, которые, которые являются, это все вместе. Намаручи, мы должны восприять Харе Кришна Махаманту без оскорбления. Намаручи, мы должны восприятия Харе Кришна Махаманту без оскорбления. Вайшнава-сева это служить преданным, и Джива-дороя это мы должны служить, проповедовать, Джива-дороя означает доброту к живым душам. А подлинная доброта подразумевает, что мы должны служить, Дживам, проповедуя им сознание Кришны. И обращая их погрязшие в заблуждение мы, к служению Кришны. И обращая их погрязшие в заблуждение мы, и делая так, чтобы они сейчас заблуждаются, но чтобы они не заблуждались и служили Кришны. Просвещать, просвещать их, делать их более образованнее. И в самом деле, служение Кришны очень слабое. Поднимите руку тем преданным, кто чувствовал, что служение Кришны слабое. Поднимите руку к Кришны. Есть ли мы, кто чувствовал, что служил Кришны. Думайте, кто чувствовал, что служили Кришны слабое. Похоже, они не думали, что нам не думали. Это правда. Правда, я желаю себе и вам и я хочу стать настоящими, трансцендентными сладкоежками. Трансцендентные сладкоежки. Трансцендентные сладкоежки. И весь фокус состоит в том, что если в материальном мире мы получаем какой-то сладкий вкус, то за него приходят последствия. Если я люблю сладкое, я люблю сладкое. И я знаю, что если я съем какую-то выпечку или я съем каких-то сладких конфет, то я поправлюсь. И когда я перестану входить в двери, моему счастью придет конец. И если я не перестану входить в двери, то я успокоен. А со мной это произойдет очень быстро, поверьте, я очень люблю сладко. Но в сознании Кришны, когда вы все больше и больше погружаетесь в служение Кришне, этого не произойдет никогда. Вы будете все больше и больше счастливее. И будете всегда проходить двери. Но для этого вам нужно выполнять те три вида служения, о которых я говорю. И повторять все это именно. И самое главное здесь тоже говорится интересный момент, что намаручи это повторяет внимательно и без искрабления. Это тема отдельной, даже не одной лекции, а многих лекций. Я предлагаю каждому из вас погрузиться в эти вопросы и получить ответы. Возможно вы посмотрите на лекцию кого-то из Махараджи, из ваших Пьевна. Лекции от Махараджи или от родителей о том, что вы получите. И углубляться, углубляться и расширяя свои познания в изучении вот этих трех направлений и служения, которые я говорю. Но представьте себе, что раньше другие Юги... Например, Джива Дуя было раньше не актуально. Потому что раньше все жили во Вене. И когда я говорю раньше, это не до пандемии, а это десятки тысяч лет назад. Другой Юг. Тогда все выполняли свою Дхарму. Очень четко следуя наставлениям Варнашрама Дхармы. И когда выполнялись эти наставления, то все шло сверху вниз. Внутри цири давали наставления царям, цари заботились о своем народе, торговцы для этого давали ресурсы, а шудры служили всем. И когда это было выполнено, то были на ведеме шрифты, то были в Вене... ... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете сейчас какую-то страну, где Бог был в центре? Когда Бог в центре станет, то тогда мы поймем, что мы все абсолютно все братья и сестры. И это и есть самый большой секрет. Но мы пойдем этот вопрос составим и пойдем дальше. Я хотел бы рассказать вот о чем. Я хотел рассказать о таком интересном феномене и спросить у вас, было ли это слово, как понять, что Кришна проявлялся у вас в жизни уже. Я, наверное, сейчас даже докажу, что в жизни каждого Господь проявлялся. И я могу показать, как Кришна проявлялся у нас в жизни, как Кришна проявлялся. У вас было такое ощущение, что прошло пять минут, а вам кажется, или там прошло полчаса, а кажется, как будто пять минут. И это означает, что именно тогда и был проявлен Господь. Именно тогда это и был Кришна. И это означает, что именно тогда был Кришна. Когда, например, в Дхаме тоже такое ощущение, когда ты можешь разговаривать, можешь где-то идти в каком-то полончестве вокруг, вокруг там Вриндауна, например. И прошло уже много времени, а кажется, что прошло там три часа, на самом деле прошло три минуты или наоборот. Иногда такое и такие штуки бывают и в обычной жизни, когда вы с кем-то заговорились или вы встретили любимого человека. Но это не просто проявление Кришна, потому что Кришна есть любовь. Когда вы вышли на природу, куда-то в какой-то очень красивый лес, и Вринда там, кажется, остановилась. Но красота природы это и есть Кришна, это и есть его правильность. И вы получаете и видели Кришна. Это означает, что вы Кришна видели. И это не так. Это очень здорово. Каждый раз, когда вы будете выходить куда-то на природу или общаться с кем-то дорогим вам человеком, или вы попадете куда-то к океану. Каждый раз, когда вы идете на природу, или вы общаетесь с вашими любимыми людьми, или вы попадете к морю. Помните, что ощущение, когда останавливается время, это означает, что вы соприкоснулись с энергией Господа. И это волнительно. И это волнительно. И это волнительно. И когда... Но это волнение, оно небольшое. Но эта волнение, она небольшое. Иногда может быть прям небольшое. Бывает и больше, вот так сказать. Я уверен, что каждый из вас, вы встречали каких-то очень известных... Кто-то встречал здесь каких-то очень известных политиков, например. Или каких-то очень больших начальников, очень больших. И когда вы встречаете такого человека, вы чувствуете огромную внутреннюю силу. И эта внутренняя силу имеет духовную энергию. И эту духовную внутреннюю энергию, они получили в своих прошлых жизнях. И эту духовную энергию, эти люди, эти политики или эти правильные шефы, они получили в своих прошлых жизнях. Делая какие-то аскезы или делая что-то хорошее для окружающих. А представьте, что эта энергия... Представьте, что энергия Господа, это вот такая энергия, которую вы встречали, только умножена в миллионы раз. И если иногда запирает Дыхание в разговоре с любимым человеком, перехватывайте Дыхание. Дыхание в разговоре с Господом, вы не точно не сможете сказать, вы даже не сможете существовать в этом моменте. Но представьте себе, что Кардама Муни, перед которым явился Господь, мог спокойно его созерцать. И мог общаться с ним. Какой внутренней силы достиг Кардама Муни? Какой внутренней силы достиг Кардама Муни? И всего-навсего за 10 000 лет медитация. И только через 10 000 лет медитация. В этом является и цель медитации. Цель медитации в том, чтобы получить вот эту внутреннюю энергию. Для того, чтобы получить опыт с мощными сильными духовными личностями. И в итоге, возможно, самим Кришна. Просто покивать тоже, да? В этом цель медитации? Да. 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 В этом цель медитации. Я желаю всем все пребывающие служения. Служить пребывающие. Довол voiced. Выплывать жище. Все пребывающие служения. Проведывать к джиму. Да. И повторять святое имя внимательно и без изкреплений. Как это сделаем мы прямо сейчас. Если мы с вами один раз прямо сейчас повторим свято имя чисто, это будет вершиной нашей духовной практики. И возможно, Krishna придет прямо сейчас. И если у нас один раз приходится, если мы один раз повторим свято имя чисто, то может быть, что Krishna может быть прямо сейчас. Попробуем. 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 Мы в процессе с вами. И главное так же проșт melanков. Спасибо вам большое. Спасибо. Будет очень важно, если вы скажете свои замечания, дополнения ... Можете ли кто-то еще что-то сказать, какое-то какое-то вопросы? Пробу спросил, в писаниях где-то говорится, что люди в прошлом югу на 2 километра высоты были, это где-то описывается? Есть, во-первых, Шримад Бхагаватам, авторитетное наше писание Это очень авторитетное писание, очень интересное, Прама-Самхита Но скажу честно, где это написано, я не знаю Я слышал это очень авторитетное писание Если вы найдете где, обязательно скажите Я слышал, что ученые тоже скелеты находили от очень больших людей Да, действительно такое есть Есть даже интересный фильм, называется «Альтернативная археология» Его автор этого фильма «Преданный» Который занимался археологическими раскопками и очень много различных находок Таких делал По моему, «Запретная археология» Но мне больше интересно, какие духовные процессы происходили в то время и самое главное, что сейчас происходит. Если тогда можно было просто заниматься Йогой и получить духовное просветление, то сейчас Йога и жертвоприношение не работают. Я думаю, вам сегодня надоело, но скажи, что работает только повторение святого Игна сейчас. Но в нашей эпохе не работает только, что Чэнтен-Хайлиггган. Звучит музыка. Raivata regierte im Satya-Yuga und seine Tochter Rivati wurde auch im Satya-Yuga geboren. Und Raivata versuchte für seine Tochter den besten Ehemann zu finden und ging zu Brahma. Ich muss das Wort kurz übersetzen. In welchem Yoga war es? Im Satya. Im Satya-Yuga. Es gab einen König Raivata, der lebte im Satya-Yuga. Er hat eine Tochter Rivati. Die eben auch im Satya-Yuga geboren wurde. Und die wuchs zum heiratsfähigen Alter heran. Und als sie erwachsen war, versuchte ihr Vater Raivata für sie den besten Ehemann zu finden. Und um den besten Ehemann zu finden, ging sie zu Brahma. Brahma ist das erste geschaffene Lebewesen und der Schöpfer des Universums. Brahma ist das erste geschaffene Lebewesen und der Schöpfer des Universums. Und fragten Brahma, wer ist denn wohl der beste Ehemann für meine Tochter? Und Brahma sagte, der beste Ehemann für deine Tochter ist Balaram. Und Brahma ему ответил, der beste Ehemann für deine Tochter ist Balaram. Aber während eures Besuches sind auf der Erde schon so viele Yugas vorbeigegangen. Пока er mir das gesagt hat, прошло viel Zeit. Also das Satya-Yuga ist schon vorbeigegangen? Ja, Satya-Yuga уже прошло, пока sie nicht in Brahma waren. Das ist die Zeit, in der die Menschen eben 100.000 Jahre leben. Das ist jetzt schon am Ende, hat er gesagt. Und aber jetzt gerade ist Lord Balaram mit Krishna auf der Erde. Nun? Ja, Ende des 2 Balarams. Ja, Ende des 2 Balarams. In den 2 Parayügi, прямо jetzt, Krishna und Balaram, sie auf der Erde stehen. Ihr müsst also schnell zur Erde zurück, damit Rehwati den Balaram heiraten kann. Und da begegnete dann Rehwata und Rehwati begegneten dem Balaram. Und sie waren aber viel größer als Balaram. Und sie waren aber viel größer als Balaram. Sein Flug auf den Kopf von Rehwati setzte und sie um einiges kürzer machte. Einiges kleiner machte. Ja, mit seinem Flug hat er sie kürzer gemacht. Ein Kopf kürzer als er war. So, dass das Ehepaar zusammenpasste. So, wie groß ist es? Also Balaram konnte seinen Flug ausstrecken. Balaram konnte... Also ich glaube nicht, dass es... Ja, ich glaube nicht, dass es 2 Kilometer war. Nein, ja, ich glaube nicht, dass es 2 Kilometer war. Ich habe dies mit 2 Kilometern tatsächlich noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass es noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass es noch nie gehört. Ich weiß nicht, dass es noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass es noch nicht mehr ist. Dann lass uns zusammen mehr von solchen Geschichten erfahren. прочитаем побольше про Кришну, Балараму, прочитаем больше про Кришну, Балараму, и даже если нас двигает просто Мотив узнать, какого роста были люди в Сатия-Yuga, sogar wenn uns nur das Motiv dazu antreibt, herauszufinden, wie groß die Leute vorher in Yuga waren, и благодаря этому прочитаем 12 Тому Шримад Багвата, и если мы поэтому все 12 Канты vom Шримад Багвата, это уже хорошо. Это тоже очень хорошо. Харикришна. Харикришна, Рейпина.